А еще недавно услышал такую мысль прекрасную, мы сейчас с вами пробыли в демо режиме пенсии, почувствуйте себя на пенсии 2 месяца и как оно вам? Нет дохода? Нет денег? Нечем заниматься? Почувствуйте себя на пенсии, это был демо. Вы готовы? Вот так будет. Ну окей, то есть по-моему это охрененный плюс изоляции текущей, чтобы сейчас те, кто немножко включил голову, поняли как оно будет и что-то предприняли сейчас, чтобы так не было, если им не понравилось. Если понравилось, ну отлично, прям же ж. Вот такое мое мнение. А теперь поехали, значит, по тому, что я хотел вам рассказать. У меня такая, знаете, ликбез история, что ли, наверное. Я когда изучал эту тему, смотрел, что там как есть вообще, то я понял, что у большинства, нет, неправильно, есть люди, у которых в головах каша на тему медицины, назовем это так. Я хочу рассказать вам небольшую историю. Значит, в примерно 540 году нашей эры, полторы тысячи лет назад, грубо говоря, мир накрыла бубонная чума. Ее еще называли Юстинианова, там, чума Юстиниана по имени императора. Она длилась 200 долбаных лет. Ну, понятно, что там каждый год просто кто-то умирал. 200 лет. Это 8 поколений примерно. Ну так, грубо говоря. А с их продолжительностью жизни, наверное, и 10-12 поколений. Соответственно, чем она знаменита? Она выкосила примерно 50% населения земного шара. Ну, того, где можно было это замерить и затрекать и тому подобное. 50% населения. Представьте себе, что каждый второй, всех, кого вы знаете, умрет. Представили себе такое? Кто смотрел фильм Endgame Avengers? Когда Талос щелкнул пальцами и каждый второй исчез. Вот будет, было так. И так было 200 лет. Это очень неприкольно. Вымерло 1 четвертое население мира всего, а 50% населения Европы. Ну, известного нам. Через примерно... Сколько тут у нас? В 740-ом примерно она закончилась году. В 1347-ом. Это... Чё там у нас? 600 лет, да? Через 600 лет. Ну, между ним тоже случались. Но таких страшных не случалось. Через еще 600 лет чума, бубонная чума повторилась. Мы знаем ее под названием Черная Чума. Черная Смерть, точнее. Кто был в Европе, во всех этих городочках, наверняка видели чумные столбы, как памятники. Кивните мне, если да. Наверняка вы их видели. Никогда больше, ни за какие события чумные столбы не ставили. Но в те годы оставили. Почему? Это был реально трындец. Можно, конечно, погуглить название, почему она называется. Черная Смерть, там очепятки, там переименование. Но это был реально тотал такой... тотальная смерть. Вымерла... Она длилась 6 лет. Умерло примерно 125 миллионов человек. Это... Три с половиной, грубо говоря, Украины. Целиком. 125 миллионов человек. В мире к тому времени было примерно 475 миллионов. То есть это одна четвертая мира. Вымерла. Население планеты восстановилось к тому... к той же самой цифре, ну, назад, до 475. То есть было 475, минус 125. И потом восстанавливалась эта цифра 200 лет следующих. То есть не быстро новых нарожали. Ни разу не быстро. В Европе из этих вот 125 умерло... На тот момент в Европе было примерно 80 миллионов населения. То есть это не только Европу зацепило, да? Это и зацепило и Китай, и Индию, там, всех зацепило. Это черная смерть. Так вот, в Европе умерло 50 миллионов из 80. Вот сейчас вдумайтесь, да? Это не каждый второй даже. Это больше. Вот представьте, что больше, чем каждый второй умрет вокруг вас. Вот так было. За 6 лет. И не было никаких возможностей развить иммунитет. Почему? Ну, я видел разные комментарии. Иммунитет нас спасет. Шведы, значит, глобальный иммунитет мы сейчас выработаем. Ну, окей, давайте выработаем глобальный иммунитет к черной смерти. Давайте попробуем. Давайте рискнем 50 миллионами из 80. Да? Вы ок с этим? Вот у меня примерно такое было ощущение, когда я читаю вот эти комментарии, и что делают шведы, например, про, знаете, глобальный иммунитет мы сейчас выработаем. Тут есть только нюанс один, что коронавирус не чума, слава богу. Вот это единственное, что отличает ту ситуацию от вот этой. А глобальный иммунитет одинаков был бы. Ни тогда, ни сейчас лекарств пока нет. Тогда их просто не было, а сейчас их пока еще нет. Поэтому лечить эту штуку нечем. Если бы текущий вирус был злее, нас бы ждала вот та ситуация. Но она не кончилась, это была не единственная трешаковая штука. Как говорят историки, это была некая вторая великая пандемия. Вот первая вот эта чума бубонная Юстиниана в 540 году, потом 1347 и 6 лет она шла, а потом чума нас догнала. Сейчас я вам скажу, где она нас догнала. Это была не чума, простите. Это была примерно... А нет, это был испанский грипп, вот. Это был испанский грипп, который длился примерно 2 плюс-минус там чуть-чуть года. 1918 до 1920. Знаете, сколько людей умерло? Примерно 100 миллионов. Он испанским называется только потому, что испанские газеты о нем трубили громче всех остальных других. Хотя начался он во Франции. Ну, впервые был, по-моему, обнаружен. Могу ошибиться. Но испанские названия вот только поэтому. Не потому, что там Испания виновата или где-то там что-то с ними было не так. Так вот. Самое смешное, что его тоже нечем было лечить. Ну, не тянула медицина на тот момент. И за 2 года вымерло 100 миллионов человек. Это было прекрасно. Знаете, как он пропал? Мутировал. И просто исчез. Вот люди просто перестали болеть. Ну, зверюшечка мутировала в что-то менее страшное. Возможно, так произойдет с текущим вирусом. Возможно, произойдет хуже. И он мутирует в что-то более злобное. Да никто же не знает. Между этими всеми прекрасными событиями была еще Оспа, была еще Холера, было еще до черта всяких прекрасных чудесных событий, когда люди умирали миллионами. А Оспа, если вы тоже слышали этот момент, ее вообще использовали как чуть ли не первое биологическое оружие, когда в Америку, значит, индейцев травили. Если вы не знаете, загуглите. Это прекрасные истории, когда на мирных переговорах им дарили одеялки, в которых предварительно были завернуты больные Оспой. У европейцев был уже иммунитет, но они туда приплыли, те, кто уже переболел Оспой, да, допустим. А индейцы Оспы не встречалось, у них не было иммунитета, и привет, вымирали целыми селениями. Это офигенное бактериологическое оружие. Так вот, смерть от Оспы примерно, я сейчас тут записывал себе, до 1700 года, ну там до начала, до 18 века, от Оспы умирало 400 тысяч европейцев ежегодно. Вы где-нибудь сейчас видели такую смертность от болезней? По-моему, только сердце, самая топовая болезнь, порог сердца и какие-то такие штуки, но надо гуглить, я вот этот момент не дорыл. В общем, 400 тысяч ежегодно умирает от какой-то одной болезни, а их была не одна на тот момент. Недоедание, голод всякий там, да, дизентерии всякие и так далее. Там было от чего умирать, помимо Оспы. Что произошло дальше? Дальше, дальше, дальше. От Оспы за, кстати, ее победили, это единственная болезнь, которую победили прививками. Ну почему прививками, потому что таки нашли, да, вот эту штуку. В 20 веке, в 20, всего лишь за 60 лет, с 1900 по 1960 от Оспы в 20 веке умерло 300 миллионов человек. 300 миллионов, если в Украине условно прикинуть 40, да, то это сколько, 9, сколько Украин, да, примерно 9,5-10 Украин вымерло за 20 век только от Оспы, которую, слава богу, победили. Но она не единственная. Была еще в этот момент испанский грипп, да. Кстати, ну вот примерно так. Была еще холера первая, вторая в 1817 году, 1860, вот в этом периоде. Там еще 30-40 миллионов человек вымерло. Каждый год умирало примерно по миллиону-полтора. Ну вот представьте, что вот в Украине каждый год умирает миллион-полтора. Я понимаю, что я сейчас передергиваю, потому что то на весь мир циферки, да, а мы тут. Но это все равно дофига. Поэтому, поэтому, да, и все это касается простого иммунитета. Ну нет его. Есть зверушечки, бактерии и вирусы, от которых иммунитета нет. И он не появился за эти сотни лет ни от чумы, ни от Оспы, не появился иммунитет. Ни от гриппа испанского нету иммунитета. Придумали вакцины, слава богу, медицина шарит, разработали. Но если сейчас появляется какая-нибудь еще одна зверушечка, от которой у нас пока нет иммунитета, готовы ли мы приобрести его, выкосив, ну, 50% населения планеты? Вы как с этим? Давайте щелкнем пальцами, как Танос в этом фильме, и скажем, вот теперь у нас отличный иммунитет есть. Как это, как бы, ну, можно в деньгах посчитать. Сколько это будет стоить? Не в смысле, сколько стоит человеческая жизнь, об этом я еще хочу сказать дальше. А в смысле, как это ударит по экономике вообще. По перелетам, по обучению, по всему, чему хотите, по бизнесу. Минус 50% населения. Вам с этим ок? Ну, вот, вот это то, что может быть, если бы зверушка, которая напала, вот ковид, да, он был бы позлее. А кто даст гарантии, что завтра не появится что-то злее? Я не знаю. Я не в смысле, я пугаю всех. Но вероятность не нулевая. Можем отдельно потом об этом какую-то другую встречу из серии, как наше сырыдовыще со всей экологией прекрасной, как оно способствует, как там, мутациям и развитием новых зверушек, которые могут появиться чуть ли не вот так вот. Каждые, блин, 5 минут могут мутировать новые всякие вкусняшечки. Кстати, ковид-2 уже есть, если вы не слышали, вдруг есть уже второй. Так вот, к чему я все это? Многие люди путают, что такое бактерия, что такое вирус. Итак, чума – это бактерия. Бактерия – это некая клетка, имеет, как это, стенки. Внутри нет там цитоплазмы, еще чего-то, я не медик. Ну, там внутри много чего нет, как в обычной клетке. Но это стенки, это клеточка. Она маленькая, и есть бактерии, которые просачиваются, которые мельче, чем современные антибактериальные фильтры. Есть такие бактерии. Наука их знает. Бактерии вокруг нас настолько дохрена, что только в человеческом теле их в 10 раз больше, чем всего клеток у нас. Вот представьте, у нас клеток триллионы, а бактерий в 10 раз больше. На планете бактерии составляют массу 50% от всей массы нашей органической жизни на планете. То есть бактерии – это хорошо. Но есть злые бактерии, которые, гады, убивают нас. Их мало, но они есть. Теперь, что такое вирусы? Вирус – это нечто, которое даже не клетка. Вирусу нужна другая клетка. То есть он может инфицировать клетку или даже бактерию. Хорошую, полезную, правильную. Встраивается в нее и дальше, значит, собственно, распространяется. Поэтому вирус, потом бактерия. Вирус как бы еще мельче получается, раз он в клетку встраивается. И потом мы приходим к организму. Я хочу провести такую аналогию, как… Вот давайте представим, организм – это как сообщество. Вот давайте скажем, вот Украина – это организм. Значит, если мы говорим, вот, организм человека, внутри него есть… Кто у нас с бактериями, с вирусами борется внутри организма? Ну, давайте, какой это класс биологии? Лейкоциты, знаете слово? Кивните. Лейкоциты. Это наша полиция. СБУ. Это наши вот эти вот бравые ребята, которые мочат плохих чуваков, заходящих к нам в организм. Хороших они не трогают. У них фейс-контроль на входе, да? И они такие, а, нормальный, проходи. Это про границы, кстати. Наше тело – это границы. Наша кожа – это границы. Внутри на КПП стоят пацаны с контролем и говорят, ты нормальный? Вирус такой внутри клетки замаскировался. Говорит, да, конечно. И проходит. И начинается болезнь. А вот примерно так это и работает. Соответственно, если мы полностью открываем границы и говорим, нам не нужны лейкоциты, нафига? Мы же тут, значит, открытые такие. Заходите, любые вирусы. Мы хотим, как там, шарить knowledge, обмениваться с другими телами, ну, чтобы контакт был напрямую. Нам не нужна кожа, границы, две границы между субъектами, между сущностями. То мы должны понимать, нафига мы это делаем. Вот примерно так. Теперь, я подумал, что когда мы задаем тему, что лучше, открытые границы или изоляция, то надо понимать, в каких попугаях мы измеряем это лучше. Ну, в какие критерии. Потому что есть чудесные много поговорок, да, что одному хорошо, другому может быть плохо. Соответственно, какими линейками мы меряем лучше. И я очень долго думал и толком ничего не придумал, кроме как деньги, эмоции и впечатления. Ну, вот из серии больше денег, меньше денег стало, да, это значит лучше или хуже. Больше эмоций, меньше эмоций. Больше впечатлений, меньше впечатлений. Вот какими-то такими градациями, наверное, можно мерить. И тогда я подумал, а для кого лучше? Ну, вот, если границы открытые, кому лучше? Если границы закрытые, кому лучше? Причем границы как человеческого тела или сообщества клеток, да, так и, собственно, государства или еще чего угодно. Кстати, про границы государств, вот, давайте я вброшу, потому что я лично с большим скепсисом воспринимаю границы государств. Потому что, к примеру, Вена для меня из Киева ближе, чем Ивано-Франковск. Потому что я в Вену лечу два часа на самолете и еще полчаса до аэропорта. Ну, и в Вене еще 20 минут там из аэропорта до города. Ну, три часа, окей. А до Франковска я буду добираться, ну, даже не знаю, 10 часов. Сколько? Где-то так. Ну, явно не три. Поэтому границы государств, ну, как бы расстояние, оно не километровое, оно временное для меня, вот так я это воспринимаю. И тут тогда совсем интересно, границы города уже имеют, становятся важнее. А границы города – это вот ровно тот организм, который самоуправляем, по сути, вот, как человек. И тогда возникает вопрос, если лейкоциты – это такие бравые полицейские, которые, значит, охраняют нас от нехороших ребят, которые могут зайти к нам внутрь, то сколько стоимость, кстати, как лейкоцит работает, знаете, да, он нападает на эту злобную зверушку, поедает ее, и после этого он умирает. Ну, разлагается, разложение лейкоцитов – это вот опухоль, гной. Вот когда вы это все видите, это мертвые лейкоциты просто. Кладбище лейкоцитов такое. Представьте себе, сколько стоит лейкоцит. Вот сколько вы долларов бы отдали за каждый лейкоцит ваш. Ну, мы же не можем от них… Не, ну, представьте, что вы их уволили, сняли с баланса, да, вы сэкономили кучу бабла. Вот мы взяли и сняли с баланса все это. Это же экономика, это же удобно. Или наоборот, нам нужно знать, что вот каждый умирающий полицейский, да, который убил там преступника, он умрет после этого, как пчела, которая жалом укусила, и после этого она умирает, да. Так вот, вот он как лейкоцит, он умрет. Вот сколько стоит лейкоцит? Сколько стоит человеческая жизнь, который человек грудью, значит, защитил нас от вируса, от злобного бандита? А сколько его жизнь стоит? Ученые, ну, как ученые, страховые компании давно посчитали, те, которые страхуют нашу жизнь. Вот я сейчас буду говорить страшные вещи, но это цифры, это математика. Когда, вот, если вы страхуете свою жизнь от смерти, ну, представьте, что не дай бог, не дай бог что-то случится, вы умерли. Сколько получат по страховке ваши родственники? Это же конкретная цифра. Страховые компании в лату не играют. Они четко знают, где выиграть. Ну, в смысле, чтобы они не разорились. И они страхуют вашу жизнь. Какая сумма? Сколько вы стоите? Это немного, поверьте мне. Стоимость человеческой жизни, мы все декларируем, и государство декларируем, что человеческая жизнь бесценна. Это в каких попугаях она бесценна вообще? В долларах она очень даже имеет конкретные циферки. Сходите в любую страховую компанию, вам эти цифры скажут. Сколько будут выплаты вашим родственникам, если с вами что-то случится. Там все очень понятно. И в Америке, например, ну, я загуглил только их, в Штатах, допустим, Стэнфордские ученые, там вообще звучала цифра 50 тысяч долларов. Опа, не так много, да? Стэнфордские ученые, в 2000, эти профессора посчитали, что это около 129 тысяч. Это был 2008 год. Ну, сейчас, может, чуть побольше с инфляцией. А стоимость выплат, которые Штаты выплачивают семьям погибших военных при спецоперациях, там, на Ирак, еще что-нибудь, да? Это 500 тысяч долларов. Это то максимум, что я нашел. То есть, ну, допустим, вы тупо мегасолдат какой-то. Ну, 500 тысяч долларов ваша жизнь стоит. Вот вы этот лейкоцит такой, да? Вот 500 тысяч. Мы с вами сейчас готовы открыть границы, зная, предположим, зная, что смертность, ну, допустим, 10 процентов. Я вот потолка вот цифру придумал сейчас. 10 процентов. Это значит, что 10 процентов от 40 миллионов украинцев умрет. Вот умножаем на, ну, 500 тысяч в Украине никто не стоит долларов. Нет таких цифр. На какую-то, давайте 100 тысяч возьмем, польстим себе 100 тысяч долларов. Вот умножаем 10 процентов от нашего населения на 100 тысяч. Это урон. Это вот столько мы, как бы, пожертвовали такими деньгами. А потом считаем, какой будет прибыль от того, что мы открыли границы. Прибыль для экономики, для бизнеса, для обучения, для всего, что мы тут перечислили. Если эта прибыль больше, чем вот эта, ну, тогда границы, на мой взгляд, надо открывать. И не надо рассказывать вот эти чудо-мега-сказки про жизнь людей бесценна. Ну, сходите в страховую компанию, и вы узнаете, сколько она стоит. Ничего подобного она не бесценна. Более того, мы точно знаем, что для многих, как это, нехороших людей, а-ля бандиты, ваша жизнь не то, что, она вообще ничего, она минус, вы еще платить им будете. Поэтому, это еще большой вопрос, выгодно ли открывать или нет. Но, я опять же подумал и для себя, и для себя, наверное, нашел ответ, а где же найти этот баланс, ну, вот из серии, когда можно открывать, например, уволить всех лейкоцитов моих, например, да, или как я тут себе, открыть двери квартиры. Вот отличный такой образный пример. Вот это же открытые границы. Ваша квартира, это ваше мини-государство. Вы открываете границы, кому попало? Ну, вот уходите, например, в магазин, да, или на работу, вы квартиру закрываете? Почему? Оставьте ее открыто. Это же польза, экономика, буст. А-ха-ха! Нет? Так вот, когда я могу оставить двери квартиры открытой? Знаете? Ну, я уверен, вы знаете. Когда вокруг друзья. Когда я знаю, что никто не сделает мне гадость. Что те, кто зайдут в мою квартиру, ничего там не поломают, не натопчут, не сделают гадости какие-нибудь. Когда вокруг друзья, я границы открываю, потому что выгода от открытых границ, от захода друзей ко мне больше, чем минусы. Если вокруг враги, я закрываю квартиру, я закрываю границы, я нанимаю лейкоциты, я увеличиваю армию. Если вокруг враги. А враги, это, например, злой вирус. Слава богу, сейчас ковид не настолько злой. И насколько сильно он злой, это еще пусть ученые разбираются. И оценивают циферки и все остальное. Знаете, как постэффект из серии вот сейчас это все чуть-чуть потухнет, немножечко вот этот хайп, и ученые все успеют посчитать, у них наберутся бигдата, у них наберутся статистика, все-все остальное, и мы увидим нормальные обзоры и нормальную аналитику. Просто сейчас каждый считает, как умеет. А умеют они все по-разному. Поэтому я не очень пока верю. Но через пару месяцев у нас появятся нормальные достоверные данные от нормальных правильных ребят. И вот тогда станет понятно, что там как, насколько злобный текущий ковид. И мы сразу сможем посчитать, что там как с открытыми, закрытыми, кто ошибся, кто не ошибся. Вот тогда будет понятно. А взагали, если вокруг друзья мы границы открываем, мы обнимаем человека, пускаем его в нашу зону безопасности. Если вокруг враги, пистолет, штык, и не подходи ко мне, масочка, и руки не пожимаем, или только в перчатках. Почему? Потому что вокруг не друзья. Вот и все. Вот так я думаю, про изоляция или не изоляция. И даже в цифрах с человеческими жизнями примерно вот можно посчитать. Вот то, что я хотел вам сегодня поделиться, если коротенько. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok